И три четверти, даже не три четверти, девять десятых ополчения Донбасса в тот момент, когда я им командовал, составляло местные люди. Местные, которых никто в ополчении не загонял. Значит, у них была мотивация взять оружие и рисковать своей жизнью, учитывая, что я не способен был платить ни копейки. Ни копейки. Значит, у них была мотивация. Я не спорю, хворост лежал, но спичкой оказались вы. Подождите, спички, спичкой был Майдан на Украине. И те люди, которые кричали москаляку на геляку. Был Майдан в Киеве, а вот в Харькове не случилось того, что случилось на Донбассе. Потому что там не было вас, спичку никто не бросил. К сожалению, действительно, там не было меня. И, к сожалению, если бы мне, с теми ресурсами, которые у меня были, я до Харькова, к сожалению, не дошел. Я дошел только до СССР. Слава Богу, и теперь Харьков живет нормально, как нормальный город в нормальной стране. В отличие от той помойной ямы, в которую превратился Донбасс, который скатился в Африку, в какой-то Сомали, в бандитство сплошное. Подождите, подождите. В комендантский час. Подождите. Все еще впереди. И в Киеве будет комендантский час, и в Москве будет комендантский час. Ну, вы вполне согласны с Владимиром Владимировичем, который заявлял о том, что у нас идеологии быть не должно в государстве. Единственная наша диалогия, это как это достижение благосостояния, так он, кажется, сказал, достатка, да? Ну, вот видите, а вы еще Путина ругаете. Он же ваш идеологический... Да, он еще зубы чистит. Я и в этом с ним согласен. Да, думаю, да. Зубы у него, думаю, хорошие. Так вот, я полагаю, что русские, создавшие наши государства, должны... Кто такие русские? И как их вносить? Я понимаю... Давайте не будем... Нет, стоп, стоп, стоп. Подождите, логично. Вопрос, а вы логично? Вы кто? У вас есть национальность? Ну, наверное, нет. Я горожанин. Понятно. Ну, тогда нам не о чем говорить. Но, тем не менее, мы сидим и говорим. Смотрите, как странно получается. Я считаю себя русским, хотя, конечно, во мне тоже намешано всякой крови, я в этом уверен. Но, если вы считаете себя горожанином, то тогда, конечно... Да, горожанин современной цивилизации не имеет национальности просто. Да вы уверены? Конечно. Я так не думаю. Язык есть. Он может собирать марки, ездить на велосипеде или троллейбусе, ходить в офис, ехать на немецкой машине или на японской машине. Ну, общий человек. Абсолютный общий человек. Пола тоже нет. И пол есть. Пока еще есть. Вот дедушка Ленин придумал там вместе с Марксом стирать грань между городом и деревней и между физическими и умственными трудами. Да. Но он не придумал стирать грань между женщинами и мужчинами. Подождите. Но мы сейчас немножко отвлеклись. Давайте все-таки к конституции вернемся. Тогдашний марксизм, западный марксизм тогдашний, еще до этого не додумался. Современный уже... Современный, да. Поэтому я не марксист. Так вот, смотрите, какая штука. Юридически гораздо корректнее было бы внести в конституцию, ну, например, офтальмологов. Потому что у него прямо написано это в дипломе, что он офтальмолог. А у русского-то ни черта не написано. Ни в паспорте, нигде. И непонятно, кто такой вообще русский. Вот если он на четверть там, я не знаю, белорус или на четверть татарин. Он русский или не русский? Извините, я на четверть белорус, но я белорусов считаю такими же русскими людьми, как и я сам. И татар вы тоже такими же русскими считаете? Нет, татары это отдельно. Отдельно. А их надо вносить в конституцию? Возможно. Татарская конституция не есть. Стоп, стоп. Татарской конституции же есть татары. Если человек на четверть татарин, на три четверти русский. Вот тех, кто... Три четверти. Их будем вносить в конституцию? А две трети? А одна шестнадцатая? Ну, согласитесь, что это... Что такое русский-то? Вы мне можете объяснить? А главное, непонятно, зачем вот это вписывать? Чтобы потешить ваши националистические чувства, что ли? Если есть люди, которые считают себя русскими, давайте не будем их оскорблять. Вот вы не оскорбляйте. Я, пожалуйста, не оскорбляю вас, что вы атеист, что вы горожанин. А как меня можно оскорбить тем, моим, собственно говоря, достоинством? Потому что вы... Я признаю вас атеистом и горожанином, и вполне спокойно к этому отношусь. Но вы отказываете мне и русским людям в право за вас. Вы можете себя считать? Потому что вы... Я могу. Конечно. Но вы мне в этом отказываете. Почему? Вы считаете, ради бога. Потому что. Потому что вы считаете, что русские, это непонятно кто. Конечно, непонятно. Потому что если вы... Я вот понимаю, что такое. Мы же говорим о юридическом документе. Как вы определяете русскость-то, блин? По анализу крови, что ли? Раньше даже в паспорте было записано. Ну, впрочем... Слава богу, отменили. Я даже, кстати, знаю человека, который это сделал и пожал ему руку. Вы вывывали когда-то в Чечне, да? Да. Конечно, помните такого Хаттаба. Конечно. Лично не знал. Ну, понятно, что этот человек, значит, приехал из-за границы и, руководствуясь своими идеями, начал здесь, на территории другого государства, в России, воевать против власти, против армии и так далее. Он международный террорист. Так же, как и вы. Вы тоже приехали из России на Украину и начали там воевать с оружием в руках. Вы тот же международный террорист. Конкретная, конкретная подтасовка фактов. Во-первых, я родился в Союзе Советских Социалистических Республик. А он родился под сенью Аллаха. Для него весь мир под сенью Аллаха. Вы оба, вы страшно, накрытые шапкой идеологии и не хотите смотреть на реальность. Вы страшно любите перебивать людей. И относиться не слушать. А вы их убивали просто. Ну, это демагогия. Вы демагоги. Вы не хотите выслушать мой ответ. Хорошо, я слушаю вас. В отличие от вас, я специалист по вопросу. Я прекрасно знаю, что Хаттаб – это араб. А я что говорил? Родившийся на аравийском полуострове. Приехавший в абсолютно чужую страну. Я родился в стране, которая на тот момент была единой и которая являлась в моих глазах часть России. Может быть, она, конечно, не была Россией в этнических границах и так далее. Но для меня понятие Россия-ССР было, в принципе, равнозначно на тот момент. Так вот, я родился. Как для него великий халифат. А дайте мне договорить. Так вот, я до 20 лет прожил в единой стране, которая распалась на моих глазах, что я воспринял как величайшую трагедию. И не только, кстати, я, но и большинство населения этой страны, которая до этого проголосовала на референдуме за ее сохранение. Но меньшинство, в том числе и ваши близкие друзья и приятели, проигнорировало мнение большинства и ввергло страну в серию гражданских войн, в экономический кризис, который не закончен до сих пор. В одичание, в падение уровня образования. И до сих пор последыши ваших идейных соратников управляют страной, а вы еще этим недовольны. К сожалению, вы считаете еще, что вы в оппозиции себя считаете. Я абсолютно верю. Хотя они выполнили. Подождите, я еще не докончу. Так вот, я сражался на территории своей страны, в которой я родился. Кто сказал, что в коммуналке жить лучше? Не сравнивайте. Это у вас коммуналка, а для меня это мое отечество. Одна квартира, зачем коммуналка-то? Если вы воспринимаете свою страну как коммуналку, то вы, простите, не гражданин. Вы не считаете себя гражданином. Самая главная трагедия у нас сейчас, почему мы не можем изменить ситуацию, это потому, что большинство населения нашей страны не являются гражданами в том понимании, в которой, ну, в истинном, по духу этого. Нет, народ у нас такой, какой он есть, другого не будет. Но вы в данном случае действуете на уничтожение даже тех ростков гражданского общества, которые существуют. Вы знаете, это-то и плохо, что вы честный. Вот воры мне милее, чем кровопийцы, а вы кровопийца, потому что вы одержимы идеологемами, идеями. Вот как тот же самый Хаттаб, только он за арабский халифат, а вы за русский халифат. Вот и все. Мне это напомнило. То же самое мне однажды сказал Лимонов, когда мы, значит, говорили. Он сказал, у них Патек Филипп, а я честный. Да черт возьми, пусть у них будет Патек Филипп, только вы, и он, как нацбол, и вы, как имперец, не проливаете кровь, как вы это пытаетесь делать или уже делали. Россия, прекрасная Россия и будущее, вот этот термин, да, эту словесную конструкцию, которую нам подарил Навальный, Навальный, кстати говоря, тоже ваш оппонент. Эта словесная конструкция мне видится зернышком, из которого вырастет настоящая, прекрасная Россия, или несколько России будущего. Неважно, в конце концов, сколько чиновников и в каких центрах будут сидеть. Важно, чтобы людям в этой стране жилось хорошо. А когда людям хорошо в стране или в странах живется? Когда у них есть свобода, когда у них есть свобода базовая, то есть свобода предпринимать что-либо в экономике, свобода мыслить, говорить, действовать. А когда у них есть свобода мыслить? Ну, свобода предпринимать у них есть в либеральной экономике, а мыслить, как ни парадоксально, тоже в либеральной экономике. Именно поэтому либеральные страны сейчас самые развитые.